Мне кажется, перемирие возможно, если не будет Порошенко, не будет ополченцев, но как бы всех этих конфликтов, не будет этих частных, когда просто люди сами выйдут на улицы, когда выйдет западная Украина, когда выйдет восточная Украина, центральная Украина, когда они встанут, выйдут и скажут, что мы хотим перемирие, мы хотим единое. Вот народ между собой может договориться, сосед с соседом. Все, что там на верхушках происходит, опять же, это раздел имущества, раздел Украины, раздел дележ происходит. Дележ закамуфлированный, зателенные слова, и каждая группировка протаскивает свое. Поэтому между ними, Порошенками, еще кем-то там, все эти фамилии, между ними перемирия не будет. Вот как это сделать? Если народ захочет Украины сделать это, это будет. Но мы привыкли изначально, как у нас был царь-батюшка, отец-батюшка и так далее. Мы всегда главенство над собой давали кому-то, кто, типа, вот он, даже тот же Майдан, чем он закончился. Но вышел народ, ну что, действительно, не хотим коррупции, не хотим того-то, не хотим другого. В конечном итоге одних сдвинули, поставили других, сказали, ну вот властвуйте нами, вы хорошие. Но опять же народ, как бы, ленивый, говорит, ну вот, а там посмотрим. Надо, значит, надо, будем потерпеть, надо потерпеть, потом будет хорошо. Но, ребята, не будет хорошо, не будет завтра хорошо. Мечты ваши, ничьи мечты не сбудутся. Потому что, если сейчас, здесь и сейчас, вы не будете именно творить историю, и именно, чтобы, а когда брат на брат идёт, то есть, и самый вообще грех. Вот пока соседи не договорятся, мира там не будет. Пока все эти шушеры-мушеры будут делить территорию, будут делить бабосы, или в дальнейшем где-то там получать, никакого мира не будет.